В эфире телеканал АПС информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! АПС информационная программа «Панорама Северного Арктического Федерального Университета» В этом году заканчивается пятилетняя федеральная программа «Развитие университета». Шесть с половиной миллиардов, которые были выделены из госказны, по мнению Алексея Кудрина, осваиваются успешно. Самое, что ценное во всех этих программах, это приобретение оборудования, которое я каждый год по мере приезда осматриваю те лаборатории, знакомлюсь с руководителями лаборатории. Многие исследования, которые раньше вообще не проводились в Архангельской области, теперь возможны. Реально университет за это время стал хорошей научной базой. Северный Арктический Федеральный Университет достиг от их цели развития. Сейчас соответствующим специалистам поручено разработать план по созданию филиала Федерального Университета в Нениском автономном округе, а также Института культуры на базе Головного вуза. Отчасти это связано с необходимостью развития так называемых креативных индустрий. Это проекты галерейные, дизайнерские, это создание новых эстетических каких-то принципов, достижений в этой сфере. Этим сегодня, по этому вопросу стали соревноваться все ключевые города Европы. Сегодня креативная индустрия, это стал градостроительным фактом. Первым шагом на этом пути в Архангельске стала презентация совместного проекта САФУ и фонда Алексея Кудрина «Университет семи искусств». Университет наш становится площадкой как раз для вот этих самых креативных индустрий и для создания креативного городского пространства. И вот ближайшее событие, которое произойдет уже в июне, это школа, где обучатся наши молодежь, студенты, преподаватели, которые вместе с городом, Архангельском, с общественными организациями, заинтересованными в изменении нашей среды городской, будут осуществлять ряд очень прикладных проектов. Проекты несколько иного рода в области социальной работы, правовой поддержки, образования и ряда других направлений уже нашли поддержку Комитета гражданских инициатив. Буквально только что Алексей Кудрин, как руководитель общественной организации, вручил награды победителям регионального этапа премии «Гражданская инициатива». Алексей Карельский, Алексей Мушин, Панорама Севера. Сегодня в стране прошел второй единый госэкзамен. Выпускники школ сдавали русский язык. Более 7 тысяч юных северян демонстрировали владение великим и могучим. Виктор Кузнецов побывал в 45-й школе Архангельска и увидел, с чего начинается ЕГЭ. Результаты ГЭ по русскому языку требуются при поступлении в любой ВОЗ. Наряду с математикой это обязательный экзамен. И один из самых сложных. Новое мнение немножко есть, но я думаю, что это нормально. Я готовилась с самого начала года. Прорешивала варианты пробные. Я думаю, что одно из самых сложных – это часть С, сочинение. Вот придумать все примеры, аргументы, грамотно все и красиво написать. Тестационная кампания этого года проходит под лозунгом «Беспрецедентная открытость и объективность». Во всех классах, где проходят экзамены, ведется видеонаблюдение. Это честная игра. Приветствуется и баллы теперь будет не за ловкость, не за умение списать, а за знание. Поэтому я считаю, что это правильно. В 45-й школе Архангельска экзамен по русскому сдавали 202 выпускника. Все пришли без опозданий и без замечаний прошли регистрацию. Экзамен начался вовремя, так как и положено, как мы обычно говорим по инструкции. Но некоторое волнение. Я думаю, что наши организаторы, те, которые присутствуют в аудиториях, создают ту обстановку, чтобы дети, чтобы выпускники спокойно занимались тем делом, к которому они подошли сегодня. Самый волнительный момент – выдача конвертов с индивидуальными заданиями. Далее – инструктаж и непосредственная работа с контрольно-измерительными материалами. По закону, каждому экзаменуемому на это отводится 3,5 часа. Виктор Кузнецов, Руслан Семушин, Панорама Севера. Региональная программа капремонта многоквартирных домов утверждена, но вопросов по ней у жителей не становится меньше. Один из главных – почему три четверти домов Архангельска будут отремонтированы только через 20 лет? Представители муниципалитета и управляющих компаний пытались разобраться в нюансах документа. Ремонт будет, но не скоро. Так можно между строк прочитать региональную программу, где 75% домов поставлены в очередь на капремонт в 30-е и 40-е годы этого столетия. Многие собственники жилья уже отказались от участия в программе и не предоставили документы для включения в нее. Те, кто согласие изъявил, теперь не на шутку обеспокоены. В основном обращаются с тем, что есть ли возможность провести ремонт раньше. Сроки очень поздние. У нас в основном все дома попадают на 4-е шестилетку. То есть это 38-й, 43-й год. Никто не хочет в это время. И, соответственно, есть ли возможность не в общий котел, чтобы деньги попадали, а именно на спецсчет. Как пояснили на совещании в мэрии города, такая возможность есть. Но необходимо до 1 сентября этого года точно определиться, откроете вы свой счет в банке или будете переводить деньги региональному оператору капремонта. Сумму уже можно рассчитать. За квадратный метр установлен взнос 6 рублей 10 копеек. Ну, я скажу, что региональная программа, которая принята, она ежегодно актуализируется и до 1 октября подтверждается с изменениями и актуализацией многоквартирных домов. То есть уже 1 октября 2014 года туда могут быть внесены изменения? Да, точно, да. А значит, есть вероятность того, что сроки ремонта домов, особенно старой постройки, все же изменятся. Собственникам сегодня главное решить, кто будет распоряжаться средствами на ремонт их квадратных метров. Всю актуальную информацию о реализации программы можно получить на сайте мэрии города, а также на интернет-портале ЖКХ Архангельской области. 31 мая во всем мире отмечают День отказа от курения, а с 1 июня в силу вступает еще одна часть антитабачного закона. Курить запретят в гостиницах, барах и ресторанах. В мэрии Архангельска прошло совещание для руководителей организаций, в которых пока еще осуществляется реализация табачной продукции. Языком антитабачных знаков заговорят архангельские кафе и бары. С 1 июня в таких заведениях их должно быть не меньше двух. Требований к знаку и порядку его размещения еще нет. Как, впрочем, нет и конкретных правил, в которых бы говорилось, как и где должны быть оборудованы в кафе и барах специальные помещения для курения. В законе есть отсылка, что в некоторых случаях, это в статье 12, что в некоторых случаях собственник помещения или территории может организовать такие специальные места. Но на данный момент, насколько нам известно, требований технических, поскольку должна быть определенная вентиляция и какие-то иные мероприятия, пока их нет. Сами предприниматели закон называют не иначе, как сырым. Ведь, по сути, сейчас единственным местом, разрешенным для курения, становится улица. Внутри заведения мы на сегодня ничего не можем организовать. Придется провожать на улицу людей. У нас тоже, конечно, народ курит. Причем у нас больших сложностей мы раньше не чувствовали, потому что у нас огромные потолки. У нас вроде бы там народ не задыхался. Но в связи с принятием нам придется людям вообще отказать курить в помещениях ресторана. В случае нарушения запрета курильщика ждет штраф от 500 до 1000 рублей. Кроме того, не только курить, но и купить сигареты в ресторанах будет невозможно. Они исчезнут с прилавков этих заведений. Мария Воробьева, Руслан Симушин. Панорама Севера. Депутаты Архангельской городской думы побывали на стадионе детско-юношеской спортивной школы номер 6 в Северном округе. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в октябре прошлого года. На какой стадии строительства сегодня узнала наша съемочная группа. Основная часть работ по реконструкции стадиона Дю США номер 6 уже позади. Проложены все коммуникации, сделана ливневая канализация, проведена санация городского коллектора, произведена замена мачт освещения. Мы планируем в середине июня-июля месяца посетить данное стадио. Хочется верить, что в августе месяце мы перережем здесь ленточку и введем объект в эксплуатацию. По графику новый стадион должен начать работу осенью этого года. Подрядчики уверяют, строительство проходит согласно графику. Последний месяц мы потратим на оформление необходимой документации для сдачи выполненных работ. А непосредственно сами работы мы планируем завершить к концу лета, к началу осени. На создание стадиона выделено более 130 миллионов рублей. Источников финансирования три – городской, областной и федеральной бюджеты. Важность возведения такого объекта сложно переоценить. А потому со стороны депутатов городской думы этому строительству уделяется особое внимание. Футбольное поле с искусственным покрытием в целом для города очень важно. А для северного округа, как депутаты от этого округа, заявляют, что это наиболее важный и значимый социальный объект. По словам подрядчиков, денежных средств, выделенных на реконструкцию объекта, вполне достаточно. А значит, появление в Архангельске супер-современного спортивного стадиона уже не за горами. Екатерина Грициенко, Руслан Симушин, Панорама Севера. В Поморье пришло не только тепло, но и долгожданные каникулы. Для многих подростков лето – это возможность трудоустроиться и заработать на карманные расходы. Александра Горелова спросила у жителей Архангельска, какую работу можно доверить подросткам. Лисовки раздавать, цветы садить, город облагораживать, много чего. Кому что удобнее, в центре занятости предложат ребятам. Сейчас сложно найти работу, я пошел бы работать промоутером. Где-то в ЖКХ, наверное, может быть. Улицы порядок поддерживать, пляж убирать. Ну, кто ищет, тот найдет, я думаю. Например, требуется в лагерь, вожатые, воспитатели. Центры занятости Архангельска предлагают множество вакансий, таких как промоутеры, уборщики. Можно заняться облагораживанием территории на территории города, официанты, курьеры. Гость сегодняшней темы дня – начальник отдела содействия трудоустройства молодежи областного молодежного центра Олеся Викторовна Солодухина. Здравствуйте. Начинаются каникулы, а это значит, что растет спрос на летние рабочие места для подростков. По опыту прошлых лет в нашем регионе он превышает количество вакансий, поступающих от работодателей. Сколько детей планируется трудоустроить этим летом? Действительно, спрос всегда превышает количество предложений. В этом году в Архангельской области в 10 муниципальных образованиях мы планируем за счет программы «Молодежь Архангельской области» трудоустроить более 250 подростков. В городе Архангельске мы планируем трудоустроить 72 молодых человека, в том числе 63 несовершеннолетних. А по городу? 63 по городу Архангельску. Совсем мало, да, получается? Ну, это немало, поскольку мы работаем в рамках тех средств, которые отпущены нам программой. Вот, потребности больше, конечно. Но мы еще взаимодействуем с муниципалитетом города Архангельска и планируем, что совместно еще трудоустроим не меньшее количество ребят в течение лета. Ну, уже по муниципальным программам. Скажите, а какая-то стимулирующая работа проводится с работодателями, чтобы они создавали временные рабочие места? К сожалению, работодатели очень неохотно идут на трудоустройство подростков, потому что никаких стимулов нет. И вот ежегодно молодежный центр трудоустраивает подростков и молодежь, но никаких стимулов мы не имеем как работодатели. Поэтому, наверное, надо подумать, как стимулировать работодателей, чтобы они охотнее принимали несовершеннолетних и молодежь от 14 до 30 лет. Сейчас только по личному желанию они это делают, да? По личному желанию, по сознательности, только так. Скажите, а какого рода работу в каких сферах предлагают подросткам на летние тренинги? Поскольку у ребят нет еще специальности, то это неквалифицированные работы, такие как уборка территорий, озеленение территории, уход за кладбищами, покраска поребриков, ремонт книг, пошив мелкого постельного белья. Вот такие работы неквалифицированные, на что способны подростки. Но они справляются с этой работой? Да. Они справляются и с удовольствием работают, потому что теперешней молодежи очень нужны деньги. Спасибо большое. Напомню, гостем нашей сегодняшней рубрики была начальник отдела содействия трудоустройству молодежи областного молодежного центра Олеся Викторовна Солодухина. Далее в нашем выпуске новостной дайджест, коротко о самом главном. 30 мая уполномоченный по правам ребенка при мэрии Архангельска Елена Ильина с 17 до 20 часов будет дежурить на телефоне горячей линии 607-376. Горожане могут обратиться по вопросам нарушенных прав детей. Это позволит оперативно организовать работу по защите законных интересов несовершеннолетних. Арктический плавучий университет в этом году начинает третий экспедиционный сезон. 1 июня научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» выйдет в рейс на 30 дней. Одна из задач молодых ученых – получение точных данных комплексной оценки водных потоков, которые входят в Баренцево и Белое море. Вторая экспедиция продлится с 1 по 21 августа. Всего в Арктическом плавучем университете примут участие 101 исследователь, в числе которых иностранные студенты. Архангельский парк аттракционов «Потешный двор» приглашает на праздничные программы, посвященные Международному дню защиты детей. 31 мая в парке пройдет развлекательная программа «Тайна потерянной мелодии». 1 июня на сцене парка состоится программа «Детство в стране чудес» с участием любимых сказочных героев. Также в рамках праздника пройдет конкурс детского рисунка на тему безопасности дорожного движения. В Новодвинске прошел фестиваль «Славянский сход». Он был организован в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры и памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. На фестивале побывала Алена Соснина. В 1863 году в России было принято постановление праздновать память святых Кирилла и Мефодия, братьев, давших всему славянскому народу алфавит и письменность. И, безусловно, в такой светлый праздник без песен, танцев просто не обойтись. В городе был организован фестиваль «Славянский сход». «Фестиваль мы проводим не в первый раз. Мы уже проводили подобные фестивали. Вообще город Новодвинск регулярно, традиционно и каждый год празднует «Славянский сход», День славянской письменности и культуры. Но в этом году мы решили сделать его фестивалем». Открыть фестиваль предоставили известному в городе народному ансамблю песни, музыки и танца «Северянка». Этот коллектив считается визитной карточкой нашего города. Ансамбль любит и уважает как взрослые, так и дети. С днем состоят новодвинцы разных возрастов. Одним из самых ярких и запоминающихся моментов фестиваля стала премьера совместного выступления молодежной группы народного ансамбля песни, музыки и танца «Северянка» и новодвинского рок-клуба «Андеграунд». Зрителям был представлен синтез народного и альтернативного искусства. «Солнце зайдет в огни, посадет дорогу далече, но не подняться мне, не лететь к нему, да навстречу». «Концерт понравился, все было здорово. У меня в «Северянке» участвует дочь, уже год почти отзанималась. Пришли посмотреть на ее успехи, как это, потому что дома разговоров было много, как это все интересно и весело. Понравилось, здорово, но почаще так». Помимо новодвинских коллективов в фестивале приняла участие архангельская группа «Ягода Гало». «Гало» – это название удивительного природного явления, которое представляет собой светящееся кольцо вокруг солнца. Звучение группы определяется виртуозной, домброй, экспрессивной, ритм-секцией и оригинальными звуковыми эффектами. В тот день зрители познакомились с творчеством различных музыкальных течений. И несмотря на то, что они все разные, их всех объединяет привешенность к традициям, к своим корням, а также к славянской культуре и письменности. В Котласе завершился межрегиональный турнир по футболу. Помимо хозяев соревнований на турнир приехали юношеские команды из Уфты, Сыктывкара и Великого Устюга. Подробности в сюжете наших котласских коллег. Три дня шли игры чемпионата по юношескому футболу. На соревнования съехались 8 команд. Они были разбиты на две группы – 11 и 14-летних. География турнира – Ухта, Сыктывкар, Великий Устюг и Котлас. Все как в большом футболе. Не игра, эмоции, удары и падения. У собравшихся зрителей, хоть их было немного, захватывало дух от накала страстей на поле. Кстати, такие соревнования в нашем городе проводятся впервые на новой современной оборудованной спортивной площадке стадиона второй школы. Особенность соревнований – почетно играть, во-первых, на призы главы муниципального образования. Спасибо Андрею Владимировичу за помощь в этом проведении соревнований, за поле. Ну и хотелось бы эти соревнования сделать традиционные и проводить их как бы более масштабно. Самые захватывающие встречи, как полагается, были в финале. В этот раз погода продиктовала свои правила. Во время игры за первое место в старшей группе между Котласом и Великим Устюгом пошел сильный дождь. Ребята скользили и падали, их силы были равны, но гол, забитый Устюжанами, решил исход встречи 0-1 в пользу гостей. Третье место у Ухты. Награждения команды за ливнем были принесли в здание школы номер 2. У нас было много моментов, которые мы не могли реализовать. Нам, конечно, били, но нам братарь чуть-чуть не помогал. Он такие еду, это шли. Было сыро. Подскальзывались, мяч пролетал мимо. Нам забили. Но у вас были моменты, когда вы могли забить? Да. Почему не реализовывали? Не знаю. В младшей группе третье место у команды Великого Устюга. Котлашане вторые, победа у Сыктывкара. На следующий год планируется перенести дату проведения чемпионата на призы главы Котласа на майские праздники, чтобы увеличить географию турнира. Далее в выпуске информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка на 30 мая, доллар США 34 рубля 65 копеек, евро 47 рублей 11 копеек. И в завершении выпуска о самом интересном. У архангелогородца Дмитрия Коробова дома живет настоящая сова по кличке Букля. Как прижилась лесная гостья в городской квартире в репортаже Екатерины Грицыенко. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи на телеканале ПС. Букли ее прозвали в честь совы Гарри Поттера. Только у Гарри была белая полярная, а наша Букля – болотная. Ее не купили в питомнике, а нашли на улице с перебитым крылом. Птицу вылечили волонтеры и даже нашли ей хозяев. Только приют для Букли оказался временным. Малышку вернули обратно. Завести дома сову было давней мечтой Дмитрия Коробова. На кошек и собак у него аллергия. Воплощать свою идею в жизнь Дмитрий не торопился. Содержание дикой птицы – дело не из простых. Но узнав о судьбе Букли, он все же решился на серьезный шаг. У меня не было вопроса какого-то именно развлечения. То есть все равно сова ищет приют, и для нее это в первую очередь жизнь. С совам нельзя жить в клетке. Там они могут сломать перья или разбить лоб. А потому в распоряжении Букли перешла целая комната. С совам надо где-то сидеть. Поэтому делают специальные вещи, называются присадки. Занавешивают окна тюлем, чтобы она не вырезала стекло. Прячутся зеркала, если они есть где-то в комнате. Потому что для совы это все может нанести вред. Ну и все. Дальше совы живут в комнате. И остается только привыкать к присутствию летающего рядом с тобой создания. Продолжительность жизни сов в неволе значительно выше, чем в естественных условиях. Некоторые особи доживали до 68. Сейчас Букли еще три года. А значит, у этой истории длинное продолжение. Некоторые из представителей совообразных живут оседло, некоторые – перелетно. Самостоятельно гнезд эти ленивцы не строят. Они предпочитают жить в скалах, дуплах или постройках человека. Наша Букли выбрала третий вариант. Родственные души. Кажется, это про них. За два месяца Букли научилась узнавать своего хозяина и даже скучает по нему. А Дмитрия не пугают ни ежедневная уборка, ни хлопоты с кормлением. И даже призывные звуки ночного охотника его почему-то не будет. Екатерина Грицыенко, Владимир Орлов, Панорама Севера.